Звонил Колумбет. Колумбет я про него писал. Это Урал. Это чудо-садовод, волшебник из тех, которые, это, руки какие-то особые. И спокойно говорит, я ваши персики вырастил. Ну тут же от меня получил. Я говорю, что? А где фотографии? А я собираю папку. А мне нужно доказать. Они же опять будут. Знаете, что будет ниже написано? Там, где человек, чье письмо. Абрикосы, это миф у них. Вот за счет. А персик-то это вообще? Короче, другое. Колумбет. Не дождался пока фотографии. Но напоминаю, вы сказали, может, посмотреть этот вебинар. Александр Могилевцев. Доброе время суток. Я на днях по телефону разговаривал. Заказывал семена уцарийских груш и кости ваших лучших абрикосов. Весной этого года я уже заказывал семена. Результат посадки на фото в приложении пришлю чуть позже. Опять меня кормят обещаниями. Пока не прислали. Так. Схожи семян абрикосов. Процентов 99-95. А семян груш около 60. Спасибо вам за труд и долгих лет жизни. Но я бы мог просто написать письмо. Прочитал бы я и забыл бы у меня таких писем на сотни. Нет. Я зацепляюсь за вот этого цифра. Представим себе. Специально не проверял. Чтобы общими фразами говорить. Представим себе, что он заказал 100 косточек. И представим себе, что у него зашло меньшее цифры. 95 из 100. Вот. Реально-реально. Оказалось реально. А теперь, что он с семьей делать будет? Я так прикинул. Полсотни, допустим, это уже саженцы, так? А допустим, у него полсотни саженцы на продажу. А я беру худший вариант. Почему? Я пытаюсь вам доказать, что хватит, ребята. Хватит терпеть это всё. Вот. Мы можем выдавить всю эту сволочь с рынка. Вот. Понимаете? И вот значит, что. Ну, допустим, 45 оставил себе. Может целый сад. Ну, куда уж больше-то. 50 решил продать. Допустим, самый худший вариант. Ну, какой же он худший? То есть, самый скромный вариант. Это манжурские абрикосы. Сыновья. Какие они, вы уже знаете. 104 вебинара позади. 103. Так. Ну, что интересно. Возьмём Красноярск. В прошлом году, вспоминайте, я вам показывал рекламу. Манжурских абрикосов, саженцев. С моей фотографией. Красноярск. И цена 800 рублей. Ну, хорошо. Я не знаю, продали ли они по 800. Там не было сколько на мою фамилию. Украли, я только фотографию. В этот раз фамилию мы не воровали. А вы, допустим, не как у них там 800. А вы, допустим, по 500. 50 саженцев по 500. Это 25 тысяч. А за 100 косточек отдали 2 500. Если без скидок. И уже у вас сейчас, если половину продадите, у вас уже в 10 раз больше денег растёт. 25 тысяч. Вот это вот такая... Это всё скромно. Ведь самое интересное, чем они отличаются. Ваши саженцы, вот эти вот, 95, от рыночных. Ну, дальше можно не говорить. Тем, что вы не обманьте людей. Чьи саженцы? Мои. Не с этого, не с Виталией. Откуда взялись? Вот это, с косточек. А где косточки? А, у железа. Вот, сейчас поймёте, что моя фамилия уже делает. Только пока мошенникам помогает. А теперь надо реально. Вот такая арифметика. Ну, половину продали. Уже 10-кратная прибыль. Идём дальше. Здравия Валерия Константинович. Приобретаю большой участок 4А Перми. Тоже, видите, всё больше уральца меня тревожит. Ураль защищён, участок защищён лесом. С трёх сторон. Ну, это самое. Чуть-чуть постараюсь покороче. Вот. Что является важным по вашей системе? Спасибо за доверие. Энергетика неблагоприятна. Преимущество хорошо себя чувствует в пограничной зоне. Осины. А берёзы растут с характерными искривлениями. А вы понимаете, друзья, я не могу пропустить ничего. Смотрите. Повторяю. Берёзы растут с характерными искривлениями. Да, я вам скажу, дело это не шуточное. Вы уже маленько соображаете. Помните, я вам показывал. Вот. Помните, Андрей? Вот. Вот мой лес. Прям прилегает хуторам. Вот здесь вот. Сюда, ближе несколько шагов. Площадка для детей. Детская площадка. С тренажёрами. Так. Как можно не заметить. Вот там дальше нормальный лес. Там и осины, и берёзы, всё в перемешку. И сосны. Смешный лес. А здесь ни черта не растёт, кроме берёз и те кривые. Вот. Поэтому я вам благодарен, что вы мне оставили без внимания вот этот самый момент. Что берёзы растут с характерными искривлениями. Я говорю, это для всех, ребята. Мы с вами учимся. Но я подобрал участок с благоприятной энергетикой. Как мне слышат слова благоприятная энергетика? Ну, господи. Музыка. Музыка. Где можно растить участки под фруктовый сад? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Опять сокращаю. Люблю фруктовые деревья. Это обязательно надо сказать. Необходим совет. Всё, что можно приобрести до нашего региона. И порекомендуйте литературу для правильной посадки, ухода и селекции в будущем саду. Но литература тут вопросов нет. Есть платные материалы. Но это для профессионалов. Если вы почувствуете, на 4 гектара учё. Тут уж хоть и хоть профессионалом станешь. Раз. Есть диски учебные. Есть книги бумажные. Вот. Как видите, без внимания я вас не оставлю. Без этого, без материалов. Мы с Антоном. Так. Видео просмотр... А, вы уже что-то знаете. Видео просмотрелся огромным интересом. Планирую засадить не менее полга. Вот с этого и будем. Полга. Это много. Это 50 суток. Жду совета по возможности... Т-т-т-т-т-т с указанием цены. У меня есть место хранения. Внимание. Хранение сарльцев до весны. По два холодных гаража. Где плюсовая температура. Давайте сразу. Андрей. Что? 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 Значит, не советую хранить сарльцев подвала. Лучше прикоп. На морозник, где угодно. Ну, конечно, можно прикоп изгноить. Но гараж, подвал, это настолько опасное место. Я тренировался, я пробовал. Но бывало и высохнут. А бывало сгниют. Я все перепробовал. Почему? Ну, пока осваивал тот же гараж. Это тыка. С тех пор гаража у меня предубеждения. Во-первых, договоритесь с Сергеем. Предоплата. И лучше весной получите. Посадите сразу. Тепленькие. До Перми зайдет за 5-7 дней. Вот это я хотел посоветовать. Вот теперь самое главное. У меня еще есть товарищ, которому я сказал. Обязательно посмотрите этот вебинар. Почему? Тут хоть полгектара вы засаживаете. А там гектары. Вот так. И что получается? Попробуй засади-ка 5 гектаров. Я говорю, ребят, опять говорю. Мой опыт и горький, и полезный. Не засаживайте эти 5 гектаров по принципу. Это потом. Когда они, если вовремя заметили, как покрылось. Можно садить на постоянное место. Но уже, вот возьмите эти полгектара, да? Ну, я бы посадил штук 300. Густо получится. Где-то 2 на 3. Ну, я так примерно. Вот. 2 на 3. Но кто сказал, что они все дойдут до плодоношения. Никто не сказал. Если семечка, косточка взошла, уже можете, если вы сделали этот самый холмик по железу, посадили в центре. И она пошла расти. Но, обычно случается так. Посадили и ждете. Но, чего ждете? Ждать, пока лопнут, проклюнутся в этом холодильнике нельзя. Пригрело солнце, высаживайте спящие. А то ждут, ждут. А еще ура, в горшочке на подоконнике. И в коем случае. Спят, все равно высаживайте. Они дойдут. В следующий раз закончатся уже на вашем участке. Кто будет, солнечко пригрело. Вы высадили спящие. Через два дня опять похолодание. Пригрело похолодание. Все, готово. Они взойдут. Итак, зашли в школки. С густотой, как помидоры. Лучше, чаще даже. Может, чаще. И вот эти вот... Кто-то помнит, у меня есть случай недавно. В 2008 заказ был. Косточек. Это серьезно. Это, я понимаю, человека, который 40 тысяч выложил. Но, дело в том, что... Все-таки за школкой ухаживать очень удобно. Вот так, как за помидорами. И полить удобно. А без полива, извините, косточки могут не взойти. Вот. И полить удобно. Защитить удобно. Охранять удобно. Травку выщипать удобно. Это все-таки школка. Там трава. Так как на этом... В овощах тоже не терпится. Вот. А потом уже... Проглядите. А вот этот мне нравится. Оставлю навсегда. В этой школке. И она станет баточным садом. А остальные уже рассаживайте по этим полгектара, как у вас, Андрей. Или пять гектаров, как у другого товарища. Надеюсь, он меня слышит. А то по телефону она объяснит ему. Или в письме. А я буду страницу на страницу печатать. Вот. Нет. Мне вот так удобнее. Понятно, да? А то, что вы заметили кривые горбатые эти самые березы. Это здорово. Значит, это... И я незря на свете живу.